Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Кулакова Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Она расположилась совсем рядом С картиной и внимательно-внимательно Смотрела на нее и уже через Секунду комната куда-то Исчезла. Мирель Видела только голос дворника И слышала его чуть приглушенный Голос. Было или не было, да и Что может быть кроме Бога? За щедро накрытым столом Кутили три друга. Первый в особу купцом, Второй воно рыбаком, А третий вахо крестьянином виноделом. Долго сидели приятели за столом, Немало вина выпили, Но пир пиром пора и честь знать, А расходиться не хочется. И решили кутежники На другой день встретиться. Вот только где? Никак не могли договориться. Тогда порешили, чья история, Рассказанная напоследок, Окажется самой интересной, Тому и место встречи назначать. Первым слово взял Восок купец. Отправился я раз в Тифлис за товаром. Выехал из Кутаиси рано утром, Целый день без устали ехал, Но все равно засветло До Верийского базара Добраться не успел. Что делать? Пришлось в лесу ночевать. То ли ночь была слишком темная, То ли усталость меня одолела, Но едва закрыл глаза, Как провалился в сон. И в ту же секунду вроде как проснулся. Вижу, стоит передо мной олень огромный, Да не просто огромный, А самой высокой горы больше. Под бокам его сосны вековые помещаются, А рогами он в небо упирается, Облака разрывает, Тучи разгоняет. Одну тучу продырявил рогом, Она взяла, да и дождем разразилась. Меня с ног до головы окатило. Поднял я голову и понял, Что не дождь это идет из тучи, А олень свои слезы проливает. Оказалось, горе у него случилось страшное. Родился вчера олененок маленький, Да в расщелину между скалами провалился. Олень тот хоть и громадным был, А сыну своему помочь не мог. Как же мне было в стране остаться? Пошел я к той расщелине, Уцепился за шкурку олененка мохнатую, Да и вытащил его на свет божий. Какое тут ликование началось? Олень от радости даже танцевать начал, Ногами перебирает, Рогами по небу вводит, Радугу рисует. Вот только от его танцев Земля дрожать стала, Еле-еле уговорили его звери Чуть успокоиться. Потому что веселье, конечно, Дело хорошее, Но все должно быть в меру. Тогда олень ко мне обратился И сказал, что за спасение Своего наследника Хочет он мне подарок царский сделать, И теперь стану понимать я Зверей. Только никому об этом Дарья не должен рассказывать Пять лет и пять зим, Потому как придется Жизнью собственной Расплатиться. Промолвил это олень И исчез. А вокруг Светло-светло стало. Оказалось, Утро наступило, И я проснулся. Ну, думаю, Сон мне приснился. Олень огромный, Детеныш его пропавший, Танцы с радугой, До обещания подарка волшебного. Что делать? Надо было подниматься, Продолжать дорогу. К обеду пришел я в Тифли, С прямиком на базар Оправился. Хожу, Смотрю товар, А сам нет-нет, Да сне своим вспомню. До чего невероятная История привиделась. На базаре в тот день Чем только не торговали. Вижу, Один гуриец Золотошерстную овцу продает. Да недорого просит, Одна шерсть, Если ее состричь, Дороже стоит. Только собрался я Покупку сделать, Как услышал мысли овечье. Что же этот купец делать Собрался? Неужели из-за шерсти Хочет с деньгами расстаться? Меня ведь хозяин Только сегодня утром Краской золотой выкрасил, А едва дождь пойдет, Она и смоется. Не стал я, конечно, Овцу эту покупать. Оленя добрым словом вспомнил, Сдержал он, получается, Слово, И правда, Великим даром меня наделил. Вот что значит Приходить на помощь, Когда можешь. Ни одно доброе дело Без награды не останется. Пошел дальше По рядам базара. Субтитры сделал DimaTorzok